Около полусотни обстрелов зафиксировано сегодня в зоне АТО со стороны боевиков. Интенсивность огня пророссийские наёмники не снижают, несмотря на договорённости о режиме тишины. Наша съёмочная группа работала в посёлке Зайцево. Взрывы и выстрелы не прекращаются здесь ни днём, ни ночью. Вот тут хоть белое что-то бачит. Николай Петрович, житель Зайцевого, на ощупь добирается домой к жене. Оба инвалиды, он слепой, она не встаёт. Их дом на линии огня, и сегодня ночью во дворе новые разрушения после обстрелов боевиков. Стреляют каждую ночь. Мы с бабкой вот сидим, вроде легли, вроде тихо. Десять вечера, как начали молотить опять. И опять же почти часа два подряд. Уже на передовой позиции сразу понятно, почему сюда можно добраться невредимым только бегом и пригибаясь. Девица осторожно, наблюдают конфету, вот туда подстрелы идут. То есть сзади тоже там подстрелы идут. Окопы боевиков совсем рядом, их можно увидеть невооружённым глазом. Но из окопа не высунешься. Военные знают, они постоянно на прицеле у противника со всех сторон. У нас работали. Но не бой на зажигательном. То есть лист металла толстый из утёса. На пираде и стрелки они используют ПТРС. Калибр серьёзный, МДЗ-шный снаряд. Мновенного действия зажигательный. Единственное спасение от перекрёстного огня наёмников зарыться поглубже в землю. Только десантникам это приходится делать под пулями. Сами же боевики, открывая огонь, отвлекают внимание армейцев от своих инженерных работ. Днём нету ничего, а ночью уже позиция стоит. Мешки уже наложены. Но копают так жёстко, чем-то ковшом, наверное. От огня наёмников не скрыться и на улицах села, вдали от солдатских окопов. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Виктор Иотко. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер.